да перед тем как мы перейдем к следующим инструментом мы рассмотрим сезонность фьючерсов так как на товарных рынках на рынке акций сезонность играет существенную роль и она прослеживается десятилетиями вот я думаю что часто все встречали вот такого рода аналитику где у нас несколько лет подряд накладывается динамика инструмента друг на друга графики да и по этой динамике определяются куда же дальше будет двигаться инструмент вот такого рода графики анализировать достаточно сложно так как здесь плохо видно динамику изменения вот но в целом по такого рода графиком отслеживается сезонность что есть периоды когда статистический инструмент растет либо статистически чаще всего инструмент падает эту сезонность использует как на фондовом рынке так и на товарно-сырьевом рассмотрим базовые принципы принципы торговли сезонностью это тесно переплетается с нашей предыдущей темой по поводу баквардации контанга вот так как баквардация контанга как раз закладывают повышенную вероятность движением ту или иную сторону на инструменты чаще всего они следуют этой сезонности к примеру сезонность рынка нефти чаще всего вот за последних 10 лет чаще всего нефть в июле начинает снижаться то есть это низкий сезон для нефти и чаще всего в руки в это время падают вплоть до середины августа чуть ли не до конца августа дальше начинается высокий сезон и два месяца еще продолжается рост это усредненная динамика за последних десять лет как именно они ее соединяют я понятия не имею но как-то они это делают такая же сезонность прослеживается и в компаниях которые тесно которые зависят от рынка нефти вот динамики рынка нефти тот же exxon mobil мы видим что конца июня даже не так середины июня прослеживается нисходящая динамика за последних десять лет и на этом тоже можно построить свой прогноз то есть посмотреть у кого выше бета к примеру у кого выше волатильность и к примеру к примеру если графики если нефть упала значительно сильнее а exxon mobil еще не упал так сильно то есть смысл можно поработать на сближение по этим инструментом но здесь мне больше нравится даже идея когда нефть выросла exxon mobil еще не вырос так как бизнес exxon mobil генерирует еще дополнительную дополнительную прибыль и это может стать дополнительным драйвером для того чтобы инструменты сошлись чтобы exxon mobil вырос вот и здесь хорошим хорошим поинтом может быть ситуация в сентябре да когда нефть уже вроде как показывает потенциальную восходящую динамику exxon mobil чаще всего в сентябре еще продолжает свое снижение так как график он по сути отображает предыдущую динамику сколько они заработали что они вот заработали меньше и дальше есть предположение что будут зарабатывать больше на основе того что нефть подорожает но не по вот соответственно вот этот момент он является хорошей возможностью для того чтобы не взять short а exxon mobil взять в лон это как один из вариантов другой из вариантов как можно на этом заработать как это можно использовать это то что у нас появляется short приоритет по нефти сейчас да и мы используем в основном качественные short сигналы long сигналы либо пропускаем либо берем чуть меньше объем так как против нас сезонный за последних там x лет окей точно такая же история и присутствует на рынке золото к примеру это 30-летний график мы видим здесь что начиная с июля месяца у нас положительная динамика котировок по золоту а вот июнь статистически сезонно он показывает отрицательную динамику и что мы в принципе видели в этом июне точно также можно проследить динамику до последних 25 лет как вы видите она отличается так как каждый год вносит свои коррективы в этот график сезонности и вот но и здесь в июле мы видим что динамика как бы выравнивается что она чуть более положительная особенно со второй половины июля нежели отрицательно поэтому здесь есть смысл сезонно рассматривать лонги по серебру такая же ситуация июнь чаще всего статистически он негативно отображается на котировке а вот июль и июль в целом достаточно хорошо перформит серебро это можно как раз использовать спредах между золотом и серебром так как первую половину июля мы видим что золото показывает ну среднестатистическую до нейтральную динамику а вот серебро в свою очередь показывают положительную динамику таким образом золото торт серебро лонг и можно сезонно посидеть полмесяца в этой конструкции если сезонность повторится то получится хорошо заработать по платине похожая динамика но здесь мы видим что июле сезона особо никакого движения нет и дальше даже нисходящая тенденция вплоть до сентября эту сезонность также можно использовать в торговле спредами окей по поводу сезонности фондового рынка также она присутствует и мы видели что в этом году она повторилась что у нас июнь был не самым положительным месяцем то что в принципе чуть выросли но вроде даже закрыли в районе отметки 0 но не сильно как минимум выросли а вот июль он достаточно достаточно сильный месяц статистически за последних 95 лет за последние 95 лет июля был был ран какой-то вот это стоит взять себе на заметку и как один из факторов прогнозирования дальнейшего движения дальнейшего ценообразования есть смысл использовать давайте посмотрим что у нас происходит на рынке и так нет нет достигла уровня объема которые на текущий момент выступают сопротивлением и здесь есть смысл зафиксировать ту лонговую позицию которую удалось набрать за последнее падение текущая статистика текущая стратегия использования плавных плавного набора позиции она в целом имеет место дальше быть но лично я с учетом сезонности просто расширю диапазон в котором планирую работать то есть я и так в целом рассматривал что вплоть до 60 и чуть ниже 60 буду накапливать лонговую позицию но на текущий момент я планирую не так часто это делать потому что до этого я достаточно часто добирал позицию достаточно много входа было что прям очень выгодная средняя цена получалась вот но на текущий момент с учетом сезонности планирую немного расширить и фондовый рынок по поводу фондового рынка снп близко к тому чтобы обновить локальный максимум опять же статистически сезонно это сезонность она прослеживается не только в движении цены за за года до каждый месяц она прослеживается в том а как себя ведет инструмент после дня независимости а как себя ведет инструмент на второй день после заседания федрезерва вот за последних x лет вот это это тоже анализ сезонности анализ того как повторяется прошлое насколько она часто одинаково повторяется вот и чаще всего чаще всего как раз после длительных выходных по сэмпи продолжается эта тенденция и чаще всего это положительная тенденция до дня благодаря независимости актив подрастает и после него еще несколько дней движение происходит также вверх поэтому здесь большей вероятностью произойдет раз вы нас этого локального максимума до среды в целом не ладно до пятницы до четверга пятницы особо смысла рассматривать какие-то позиции нет так как рынке будут отдыхать да зачем сейчас заходить сегодня крупную короткий день торговый вторник вообще завтра выходной и только в среду откроется и вот там уже можно будет на объем чеках рассматривать спекулятивные точки входа но пока среднесрочных позиции я здесь для себя не вижу по нас так аналогичная история кстати есть интересная ситуация то что по фондовым индексом чаще всего фонды в последнее время накапливали шорт позицию а сейчас шорт позицию закрыли и еще и накопили лонг позицию вот хеджер свою очередь закрывали лонги раз на локальном максимуме что достаточно выгодно скорее всего на локальном максимуме закрывать лонговую позицию окей по нас другу приблизительно та же история надеюсь вы узнали для себя что-то новое полезное поставьте лайк этому видео если понравилось и до встречи в пятницу всем хорошей торговой недели